Всех приветствую на своем канале. Посвятила меня сегодня видео вдохновения, я пишу видосы. Ну, убираться вроде как среди ночи не станешь, да, это вечером. Вообще сколько хоть времени-то? Да, без пяти минут, двенадцать. Редакт мозг устал старшина на редакт, а вот видосы... Ну, раз есть время, почему-то не подписать видосы, а то вдруг потом не будет. В общем, решила записать пустые баночки августа, и тут, конечно, будет пара продуктов, которые не совсем еще пустые, но они практически уже близятся к концу. Начну я, пожалуй, обзор вот с этого вот средства. Это маска от Pure System и Hroche. Глубоко очищающая маска против плющей 50 мл. Ну, я ее использовала как умывалку, как пенку для умывания, как скраббит какой-нибудь такой. Я не помню, то ли мне ее кто-то дарил из подписчиков, то ли кто-то дарил из девчонок, ну, в смысле подруг моих, то ли я сама ее покупала. Ну, я ее периодически вообще раньше покупала, и она мне очень нравится. Единственное, маленькая. В общем, она такого вот жидковатого вида, кремового по цвету, такого кремлюлечного. Ну, и вообще ее надо нанести, я сейчас скажу, сколько тут, минут на одну, один-два раза в неделю, я когда и один-два раза в неделю, когда два-три-четыре раза в неделю, когда раз в месяц, когда вообще раз три месяца, если вспомнить про него, хотя она стоит там на видном месте. Ну, и уже после первого применения, ваша кожа будет более здоровой, 96% самостоятельно, ценка 25% пользователей. Короче говоря, нанести ее на три минуты. Я когда ее нанесила, действительно, на три минуты. Когда чисто вот нанесла, еще минуты полторы не прошло, и я уже ее смыла. Ну, и кожу она действительно очищает хорошо, вот там иногда пощипывает, иногда так. Я так понимаю, что она вообще должна удалять жирный блеск, который потом люди штукатурят в себя и наносят какие-то хайлайнеры, хрен знает как, что, и чтобы оно все это блестело. Не знаю вообще, дофигается удалять одно, чтобы сделать другое. Ну, на кожу, мне нравится, как оно влияет, оно не сушит кожу, не стягивает ее, и при этом очищает. В общем, правда, стоит она не бюджетно, я не помню сколько, может рублей 400, может типа того. Но вполне себе хорошая вещь, поскольку, я думаю, можно себе приобрести или там в подарок, если получится, получить, или как-то так. В общем, у меня заканчивается. Я, кстати, его даже в пену делала. Вот сегодня хотела в Вене полежать, но еще-то у меня как-то тортнуло вдохновительнее видео. И сейчас, я думаю, уже поздно, наверное, Ваня лежать, не знаю. Это коллекция лета этого года. Когда я первый раз увидела, это еще рассылка на мыло приходила, я думала, что извиняюсь, я люблю. Все-таки 2 дня подряд ложиться около 2, и вставать в половине 9. Наверное, это все-таки мало для сна. Ну, что-то у меня как-то тортнула бессонница, хотя я вчера немножко устала. Хотя, наверное, роду вчера было меньше, чем сегодня. Ну, вот как-то так вот получилось. Ну, в общем, когда увидела это вот Натура Фестиваль, вот эти названия, как оно выглядело. Я думала, что это вариация лимитки Натюрель очередная, как у них обычно бывает. В прошлом году, по-моему, это был ананас, но вообще ананас, ананасом и пах. Парашка. Как Наталья Айсчар, как-то так ее там из Германии, короче, которая ведет блог, у меня там на странице есть вот те каналы, на кого подписана, там, если ткнетесь, то увидите ее. Правильно пройдете, она там в каком-то видосе в своем году, 2 или 1,5 назад снимала и говорила как раз на эту водичку, что она как компотик. Это реально как компотик. Гель для душа был нормальный, но более-менее такой, че-то как обычный гель для душа. А как водичку я ее прыскала пробником в фроншерском магазине, оффлановском. Так, хрень какая-то. Позор, да, на лимитке натуре. Ну, в общем, что я могу сказать, тут у нас васильковая вода, полученная из василька билом. Но для меня она почему-то пахла, ну, сначала, когда я его открыла, оно вообще практически ничем не пахло. А потом я крутила крышечку, оно пахло как-то ярко, вот так вообще хорошо раскрывало. И душа мне, как казалось, и сначала, первый раз, оно действительно как-то хорошо раскрывалось. Минус, что хочу сказать. Вот сейчас вот она открылась. Она вообще, она очень туго открывалась, и я в душе ее откручивала уже. И оно мне пахнет каким-то алоэ, вот, конкретно соком алоэ. Чем-то таким, даже слегка, извиняюсь, болеводным. И, возможно, этот васильок или что-то такое. Но вот изначально оно пахло какими-то такими цитрусами. И вот даже, ну, мандаринка, апельсинка, чем-то таким вот, немножко напоминало классику этого, ну, в общем, туалетную воду, цветочная диска. И фрошерская, кстати, вот это я сделала во Франции после встречи 12 месяцев. И сроком оно было... Так, где оно тут? До января 2020 года. Но потом оно уже стало как-то вонять, непонятно как. На коже оно долгое время оставалось. В общем, у меня что-то от него, от этого запаха токсикоз, поэтому я закрою. Ну и... Гель для душа, хороший, обычный такой гель для душа, как вот и фрошерские такие бывают. У них есть парфюмированный гель для душа, от туалета всякий. Вот там, допустим, розы абсолютные, рис нуар или что-то такое. Вот оно хреново пенится у них. А вот это вполне себе нормально пенилось. И одного такого колпачка хватало на ванну, чтобы получить хорошую, такую конкретную пену, которая долго у вас держится. В общем, его можно, я думаю, использовать как пену для ванны, но, по крайней мере, я использовала. Хоть это и написано, что это только-тупо гель для душа. Парфюмированный, лимитированный коллекция 2017 года. 200 с чем-то, что ли он обошелся, у меня уж не помню, там какая-то скидка на него еще была. Ну, так вот, чисто на раз попробовать и больше не надо. Но если только, как пену для ванны. Ну, у меня много пен для ванны, у меня еще и вановская пена для ванны стоит дофига и больше. В общем, у меня пока тут два продукта и хороша, которые, в принципе, заканчиваются. я думаю, я думаю, что не сегодня-завтра я их уделаю. Тут у меня, кстати, еще и да будет. Я достаю как раз вот эта еда. Я просто решила поделиться тем, что мне нравится. Я не первый раз это покупаю. Это молочная страна в новой упаковке ГОСТ на 100% 31,688 2012 года, видимо, ГОСТ. Людим мы ее за родное молоко. Цельное отгущенное молоко с сахаром. В составе у нас тут цельное молоко, сахар в скобочках, сахароза и лактоза. Сахароза, свекл... С... Кл... Кл... Короче, сахар свекл... Что-то я не могу нормально это прочитать. И лактоза, молочный сахар. Ну и сделано, соответственно, в России. Масса нету для 70 грамм. Что у нас ее делать? Это вообще Смоленск. Все считается, что белорусская и смоленская сгущенка самые лучшие. И вот я в предыдущем видео говорила, что я... Ну, если вам интересно, может, глянуть там про фигуру запрос получит. Меня запросили, я сразу тут так и проскакала записывать. Хотя в каментах написала, что типа мне лениво. Ну, как-то так. Короче говоря, я стараюсь покупать, допустим, если сгущенка, чтобы она действительно была молоко и сахар, а не масло, пальмы или еще какого-нибудь там загадочного животного. Что-то ухо болит. Не знаете, почему болят дырки в ухе? Ну, в общем, я это и с чаем пью, и с блинами ем, и в кофе добавляю. Люблю я сгущенку, иногда меня на нее тянет. Я не помню, сколько она стоила, но чисто по составу его. Она мне нравится, если вы что увидите, молочная страна, берите. Мне удобно еще вот в такой штуке, хотя там потом закалебешься, выдавливать. Но вот так. Лучше, чем баночки железные. Если вы там не знаете, как я открываю баночки железные, то посмотрите видос, где я там готовлю на куриной консерве суп. Почитайте каменты, пофигевайте, порадуйтесь, порвите. Вот я там это так вот. Сначала шилом долблю, а потом уже этой фигней открывалкой открываю. А гущенок с ключом я пока не видела. Может их не существует, просто может и не попадались. В общем, это то, что я пред предыдущим видео, которое сейчас выжится на канал. Да, там два видео. У меня было первое видео, которое я снимала, это старали в формате квадратика, как выяснилось. И предпоследние два, вот там мукбэнк, ну короче, где я хаваю на камеру, и потом еще обзор вот этого, еды, которую я купила, где засветился вот этот кефирчик. И как раз я упоминаю про Удом, ну, продукты от Тао-Тао. Там тоже был квадрат, потому что я думала, что я сменила режим, но оказывается, я сменила не совсем тот режим. Точнее, я сменила что-то, но не режим. Последние два видео у меня опять в классическом размере, нормальном, широкополосном. Ну, вот сейчас помню. В общем, это у нас Чим-Чим, профессионал. 100% натуральные макароны, пшеничная лапша, Удон, 250 грамм. Состав пшеничная мука, соль и вода. Содержит глютен пшеничной муки. В общем, такие полосатые макарончики, ну, в смысле, полосатые, пластиночки такие. Если вы когда-нибудь делали домашнюю лапшу, или ваша бабушка делала домашнюю лапшу, или что-то в этом роде, то вы, в принципе, представляете, что это такое. И вот, на мое удивление, я вот эту лапшу пшеничную, хотя, во-моему, все макароны пшеничные, да, бывают, обычные российские макароны, она такая белая была. Я из нее решила сварить, в общем, супу. Куриный, что ли, или что-то в этом роде, да, куриный с курицей, там кусочек курицы какой-то был, ножка, ляжка, не знаю, ну, какая-то запчасть курицы, и вот эти вот макарошки. Во-первых, они, если делать их именно в супе, они очень быстро развариваются. Во-вторых, это вот именно такая классическая домашняя лапша. У меня бабушка всегда делала себе, сестры, и сестрам давала, мне почему-то она как-то не подкидывала ее. Я не знаю, может, она мне тогда как-то, ну, я особо восторгать не испытывала той лапши, но тут я попробовала и подумала, что может быть самой потом попробовать сделать. Единственное, что у нас тогда хоть и была кошка, но она какая-то более адекватная была, в отличие от тишки, она лазала, но эти макароны не трогала. Я позавчера разложила картошку, из сада привезенную, посушить в комнате, в зеленой, бывшей бабушкиной, на коврик, ну, в общем, на ткани, тканью прикрыла, ушла с работы, пришла с работы, смотрю, это чучело, у меня все раскидало, хотя комнату дверя закрыла, я к тому, что вот, будет очень проблематично посушить эту домашнюю лапшу. В общем, вот это тудон, это обычная пшеничная лапша, обычные макароны, белые только, в общем, обычная домашняя лапша, которая делается из воды и муки, все. Не, они вкусные, конечно, и с торжейкой шли, и с сосиской шли, и с сыром шли, и в супе курином шли. Я что-то не помню, они у меня 80-70 рублей, что-то такое, я в пятерке их покупала по скидке, все вижу, в принципе, куплю еще, но на самом деле, это обычные макароны. Может быть, более вкусные, чем вот эти всякие рожки и прочие охренотени, и спагетти, но так, на самом деле, обычные макароны. они варятся совершенно недолго, тут у нас 100 грамм на 1 литр воды, типа 5-6 минут до готовности. На самом деле, тут было 4 такие полосочки, ну, как вот, знаете, такая же фигня бывает у Сен-Соя, только я у дома у них не видела, у них была, по-моему, особая, или что-то в этом роде, где вот такими бумажечками перевязано, и 4 такие штучки, 250 на 4 разделите, скиньте мне в камень, потому что я сейчас, ну, мне ленивая, правильно говоря, считать, и, по-моему, по 50, 50 и 20, ну, не дошурупливая сейчас, короче, хотя с математикой у меня вообще отлично, ну, и, в общем, тут даже рецепт какой-то этого удона, я всю жизнь думала, что удон это что-то такое заоблачное, что-то совершенно другое, оказалось обычные вот эти макароны, я знала, что там макароны в этом удоне, но я думала, что-то, что-то, что-то совсем другое, я ожидала, не ожидала я вот именно этого, тут у нас, рецепт удон жареный, вам понадобится 150 грамм говядины, лапша удон, 125 грамм 1-2 в упаковке, овощи, морковь, перец болгарский, 100 грамм, соевый соус, 4 столовых ложки, масло растительное, 4 столовые ложки, чеснок, 2 зубчика, перец острый, зеленый, имбирь свежий по вкусу, ну, и как это приготовляется, я думаю, может оставить, в принципе, этот пакетик, типа тут рецепт, с другой стороны, нахуй мне этот рецепт, в смысле, этот пакетик, и я, если надо будет, в интернете найду, ну, плюс только в том, что это действительно, вот это, чим-чимовские продукты, они, из того, что нужно, готовятся, без всякого, непонятно чего, в довесок, так, я думаю, это еда, это не еда, это соль, честно, не помню, то ли я ее сама покупала, то ли мне ее кто-то подарил, то ли мне ее Ирка подарила, подружка моя, то ли типа того, в общем, обычная соль, природная, соль природная для ванн, спа, уход, 100% натуральная, природная, косметика морская, соль, 1000 грамм, килограмм, то бишь, кто это у нас ее делает, а, серная жемчужина, мне говорят, соль морская, натуральная, 2 февраля, точнее, в феврале 16-го года она сделана, 24 месяца, она хранится, но обычная такая соль, тут надо было 150-200 грамм соли, на ванну 15-20 минут ее принимать, она хорошая, не оставляет этих камушков, камушков, как Настя Зарецкая говорила в своих видео про соль, я помню, она камни, камни, там песок или что-то, хорошая соль, я ее сколько себя помню, ну, не то, чтобы сколько себя помню, но, вот, я вообще любила всегда ванны с солью, ванны просто, ну, вообще, вы ведь принимать ванны, ну, лет 15 я ее точно покупаю, она недорогая, сколько помню, она, ну, лет 5 назад она стоила рублей 30-35, ну, максимум 40-39, в пятерке иногда она бывает, так вот, по-моему, она и осталась, где 30, где 40, даже в фикс-прайсе, по-моему, она была, когда он там был еще по 35, по 45, по 50, я не знаю, сейчас в фикс-прайсе, мне иногда тянет туда зайти, но, думаю, у меня вроде все есть, а туда обычно зайдешь, там такая атмосфера, не знаю, или как-то, вот, я туда с девчонками разными заходила, и вот, со своей еще девчачьей компанией, вот, там у нас с одной девчонкой, не буду ее имя говорить, я не знаю, зря ли она, конечно, меня смотрит, мы с ней разошли, как море кораблей, без друга, не в отличие от Жени, допустим, да, без всяких там претензий, но суть такая, что у нее голова кружилась в этом магазине, и у меня, стабильно практически всегда, и как-то вот, не захожу я в этот фикс-прайс, войдем я все есть, чего нету, так, наверное, не особо и надо, как иногда, знаете, так захочется оливок, смотришь на них, смотришь, понимаешь, что их не хочется, как говорится моя подружка Машка, если действительно хочется, то ты это купишь, даже не будешь размышлять, вот в фикс-прайсе, что-то не захожу, но там такая соль кожа есть, так, ты что у меня, я решила его, видимо, обозреть, это агар-агар, правда, фирму название отследовало, а вот она, айдига фирма, агар-агар пищевой, рекомендуем, если рецепт включает сахар, добавляйте его в жидкость, одновременно с агар-агаром, качество, гарантия высокого качества, кто-то там в каменах писал, что агар-агар типа невкусный, типа того, качественный агар-агар не имеет вкуса и запахом, при кипячении производит прозрачный раствор, при застывании становится мутным и крепким гелем, вот тут 10 грамм, стоил он 45 рублей, я сегодня, была возможность зайти в нашу эту высшую лилу, я его покупала ночью, мне было лень туда заходить, зато я заперлась на 40 с лишним минут, в дикси, который тоже рядом с работой, ну и одна чайная ложка, горка это около 3,5 грамм агара, я думаю, что я его, наверное, может быть оставлю, потому что тут рецепт, как его делать, хотя если я буду покупать точно такой же, то я думаю, там на них на всех рецептах есть, агар-агар натуральный растительный выгуститель, если вам интересно, можете глянуть, там у меня в последних видео, как раз пара экспериментов с ним, я достаю, это мне, вообще там парочка была, но достался пока этот, это мне Аленка как раз подарила, на день рождения, ну в общем, когда-то там подарила, или поменяшки, при встрече, или на день рождения, что-то такое, Голинир, Ботаник терапии, тонизирующий бальзамополаскиватель, новинка, масло чайного дерева, цветки апельсина, алоэ вера, тонизирует и освешает, придает здоровое сияние, легкое расчесывание, нормальные и склонные к жирности волосам, без парабенов, натуральный экстракт, в общем, что хочу сказать, я его использовала пару раз как маску, тут у нас 200 мл, у меня почему-то бальзамы, а бальзамы всегда идут как-то меньше, раза в два, чем шампунь по объему, уходит очень быстро, в общем, я его использовала пару раз как маску, держала больше 5 минут на волосах, и они действительно в этом случае, он освежает, освежает как-то как голову, как-то ощущения такие приятные, свежести, прохлада и тому подобного, ну, я не знаю, может быть у меня волос какие-то не такие, может быть он к жирным волосам вообще никаким местом не относится, потому что вот как бальзамы вообще никак, не, конечно, хорошо расчесывались, то есть все, не спутывались, но, сейчас скажу, я его даже пробовала отдельно другим шампунем, гринмановским, с мишенкой, но, видимо, он все-таки сам по себе, вот, даже с другим шампунем, он тупо эффект этого шампуня портил, я не в жизнь такое не куплю, Аленке, конечно, большое спасибо, за возможность попробовать, я даже не знала, что у Горинирова такая серия есть, но, не мое, и вот еще вот оно вот, не смотрите на то, что оно выдавлено до конца, тут что-то еще опять осталось, в общем, я ему давала два раза шанс, я ему мыла, 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 и что-то он у меня не шел, я ему мыла отдельно, без этого, и что-то он у меня не шел, я потом мыла голову полтора, что ли, месяца, или два, что-то, не помню, у меня в прошлых пустых баночках был, по-моему, этот шампунь, целитель, дегтярный, дегтярный, как я знаю, это позвала моя тетя литераторша, учитель русского литературы, меня поправила, я опять забыла, как правильно, еще мне, мы картошку раскопали, и на меня, как ты, ты не так, значит, сказала, короче, он мне, можно сказать, волосы испортил, шампунь, потому что у меня потом в Ринмаговский еще пять помылов действовал точно так же, как этот, что хочу сказать, глинир, ботаник терапия, новинка, масло чайного дерева, цветки апельсина и алоэ вера, все такая же фигня, вот тут это, типа без силиконов, вот этот, вот этот, видимо, с силиконами, потому что не написано, ну, ничего, не знаю, свечку не держала, специально состав смотреть не буду, тут 200 мл, тут 400, он сам по себе такой вроде нормальной консистенции, можно было и поменьше выдавить, можно было и побольше, у меня почему-то стабильно побольше выдавливалось, что хочу сказать, вы моете голову, все шикарно, волосы пышные, объемные, вообще блеск, тра-та-та, через 6 часов ощущение, будто я голову не мыла неделю, как минимум, в лучшем случае месяц, волосы сосульками, волосы, как мне расчесывание, вообще черти в каком состоянии, они грязные на ощупь, они мерзкие по ощущениям, они черти че, и вот после этого, я как раз стала пользоваться обратно гринмамой, и у меня гринмама долго не могла, видимо, эта вишенка справиться, вернуть им вообще обратно этот, сделать их не настолько жирными, как сделал вот этот шампунь, я им мыла посуду, где-то вот столько, третий, наверное, оставалась, я мыла посуду, посуду, нахренеть, или как вот, он шикарно может посуду, у меня тупо закончился этот, мой горчичный порошок, в атаке в этот раз, когда я была, я вообще не увидела этого горчичного порошка, в магните меня жаба задушила, за 68 рублей покупать 200, или сколько-то там грамм, когда он в атаке стоит, что-то не 15 или 16, ну, где-то максимум 18 рублей, эти 200 грамм, а, там 400 грамм, а тут 200 грамм, ну, короче, все равно, она дешевле выходила, как-то, я не знаю, или там 100 грамм, или 200, ну, жаба меня задушила тупо, и потом что-то меня подзадолбала, эта горчица, и я мыла тут хозяйственное мыло, или еще каким-то мыло, то, что находило у меня, какое-то мыло, ну, куда я его буду девать, я им посуду мыла, а еще мыло вот этим, вот тут, оказывается, еще осталось, ну, есть чем посуду помыть, меня что-то, как тогда, однокласска, за это, заагитировала меня, на эту горчичку, мыть горчичкой, типа посудку, я так на эти средства, на митя посуды, как-то, и меня отворачивает, хотя у меня вот чайник, допустим, зеклянный у него, от чая налет, и я не знала, чем оттереть, у меня даже с содой, что-то не оттиралось, хотя последний раз, когда я оттирала с содой, нормально было, в общем, я думала, какое-нибудь средство, на митя посуду купить, но тут, до знакомого мужика, который оказался сосед по саду, я его видела один раз в жизни, у меня на лице, вообще, память хреновая, я в лучшем, очень редко, напоминаю лица, и очень редко, ассоциирую лица, с именами, ну и, соответственно, он что-то не со мной поздоровался, там, я мечтаю, откуда он меня знает, и я совершенно забыла, зачем в магазин пришла, ну, теперь у меня, вот, есть чем посуду помочь, спасибо, Ленке, конечно, большое за возможность попробовать, но, вообще, никак не подошло, так, у меня закончилось средство, будто это даже не средство, гель для душа, парфюмированный гель для душа, Донна Фелиция, или как-то так, Фаберлик, номер, где тут номер, то еще, 8, 11, 8, 8, 81, 15, 150 миллиаритров, после вскрытия 6 месяцев, срок годности 18 месяцев, бла-бла-бла, мне его, Настя Лукьянова, подарила, причем, я в обзоре у нее увидела, по-моему, именно вот этот гель, она его ругала, он ей не понравился, я боялась, что мне тоже не понравится, мне еще так подумала, блин, мне не понравилось, подарила мне, но он мне, на удивление, он мне очень понравился, он как пена сливала, я, кстати, его пользовала пару раз, он такую шикарную пену дает, вообще классную, я даже не ожидала, он еще чуть-чуть пахнет, он оставляет на коже аромат, приятный, я не помню же, чем, каким-то, немножко пленом, немножко цитрусом, чем-то таким очень приятным, я бы даже, может, себе бы такой купила, но видно, что я его вообще досконально тут вымыла, я и мылась, ну, я не помню, сколько у меня выходило, на губку, много или мало, но пену он шикарную дает, он мне очень-очень понравился, вообще в восторге, я не ожидала, что вот у Фаберлика, парфюмированные гели, могут быть настолько офигительными, голуборожительный аромат свободы, влюбленности и счастья, парфюмированный гель для душа, для женщин, шикарное вообще средство, вещь такая, Насте огромное спасибо за возможность попробовать, и, возможно, я там, может, закажу себе, у меня рекаунт оказывается, еще живой, хотя я уже больше, чем год не делаю заказы, так, у меня не то, чтобы закончился, у него срок годности вышел еще в феврале этого года, это уже снятость, не знаю, будут ли они возобновлять, потому что я увидела, там на Гринмаме у них что-то возобновилось, у Дениса Агарнина, на Азоне появились маленькие варианты 50 мл гелей, чего-то там в Тайге, серия Тайги какая-то была у них, в общем гели для душа, вот эти мяты, эвкалипты, еще что-то такое, апельсин, имбирь по 50 мл, по 40, от 40 до 50 рублей за флакончик, на Азоне появились, но на Гринмаме я их пока не ела, правда, я не заходила уже неделю, но суть такая, что вот у них какие-то средства снимаются со всем, и это очень жаль, потому что очень хорошие средства, на их смену приходят какие-то другие, я глянула состав, откровенно говоря, химия, химия, еще хуже, чем была эта химия, еще я недавно узнала, что у них оказывается минеральное масло, минеральное масло это вообще нефтехимия, причем Гринмама как-то очень сильно разочаровалась, молочко для загара, водоустойчивый, солнцезащитный солнечный фильтр, SPF10, серия солнечный груз, Денис Сазарнин, средняя степень защиты 170 мл, оно на самом деле очень классное было, я его покупала, и подарок оно мне приходило, и такое было у Женьки, ну как точнее, я пришла к ней, мы думали, я думала, что мы будем загорать, но я уже тогда подозревала, что она у меня как-то, ну отношение у нее ко мне изменилось, это, знаете, вот у Си-Си-Си-Си такое лицемерно показательное, Олюшка она меня давала, я, конечно, не против Олюшки, хрен с ней, но, в общем, у нее вот такой флакон остался, и один у меня остался, я тогда из-за нее и заказывала второй, чтобы был у меня за деревья, допустим, и для города с ней, вот, и она тогда сказала, оставь у меня, мы же с тобой будем ходить, ну, в результате я подозреваю, что она его стратила, хрен с ней, но у этого, во-первых, у него крышечка вот тут такая, с дефектом, отломилась, и он не закрывается, но его можно открыть вот так, я никогда его не нюхала особо, и вообще, как-то средства, и не только Гринман, вообще, как-то особо не нюхаю, если все эти крема, и прочую хренатень, но, в принципе, я не знаю, он, у меня, когда вот весной, я его открыла, точнее, даже где-то, ну, в середине лета, я его достала, вспомнила, что оно просроченное, вообще, хотя у них даются, как они говорят, запасы, у меня как-то было тоже просроченное, молочко такое, оно свойств не потеряло, оно у меня было отпрыснуто, я думала, вот я в пустых банках его обозрю, и забыла, сейчас вот выдавливаю, оно вполне себе нормально, выдавливается, как само по себе, оно такое вот жидкое, и оно действительно, можно было купаться, и оно оставалось на вас, по-моему, его можно на себе держать, сейчас я помню, да, тут не написано, ой, Грин, у меня на платье капец, надеюсь, оно стирается, в общем, оно очень жидкое стало, может быть от жары, хотя сейчас уже не жарко, но я решила его вытянуть, потому что, в принципе, я в этом году не загорала, я в этом году только воду потрогала ногами, на левом берегу, в районе сада, мужа моей подруги, на его дневарение, и так как уже не думаю, что у меня получится где-то загореть, и я решила его вытянуть, потому что мне кажется, что все-таки оно уже, наверное, если оно уже отпрыснуло, то, наверное, оно уже все-таки испортилось, вот, хотя он практически полный, я почти, почти совсем практически не пользовалась, потому что он был, ну, может, раз или два, ну, довольно экономичное, хоть оно и жидкое, но из-за того, что оно жидкое, оно совсем чуть-чуть надо, на себя нанес, и загар оно давало очень ровный, хотя я как-то не жаловалась на свой загар, я сама по себе смуглая, но иногда бывало, что обгораешь, а вот здесь вот оно не давало обгореть, вроде не особо много пустых баночек, но, видимо, я очень много болтаю, и пришлось мне заново включить камеру, успела выключить до того, как она сама выключится, видимо, больше, чем на 30 минут в год. Тут у меня пробник, когда я последний раз была в Ярославливу, хорошо, мне дали в подарок пробники. Шампунь и бальзам. Шампунь, вообще этот шампунь для восстановления жжабанта сухих и поврежденных волос. 8 мл. Обычно у них, я не помню, маленькие такие, правда, пробники шампуня, я даже не помню, уже попадались в них или нет, но вот тут такой приличный пробник, вполне себе его хватило, на помык головы. И на удивление, хоть у меня и не сухие, и не поврежденные, обычные жирные тонкие волосы, но он хорошо промыл их, в общем, они у меня были пышными. И это вот к нему тоже 8 мл. Это бальзам. Тоже бальзам-ополаскиватель для восстановления жжабанта, именно дарем для сухих и поврежденных волос. В принципе, хорошая такая вещь, но я думаю, что все-таки он больше для сухих, и если у вас сухие волосы, и вы любите их хорошо, то я вам советую вот этот шампунь приобрести, потратиться на него. Хорошая вещь мне понравилась. Хотя, повторю, у меня жирные волосы. Так, что это у меня? Это у меня опять еда, это у меня Василий Васлобода на доброе здоровье, жмых мне, но пищевой, мукольная ная. Масса нету 200 грамм. Срок годности 12 месяцев, 1 сентября он будет помёрган. В общем, что такое льняной жмых? Если вы следили когда-нибудь за своей фигурой, если вы загоняетесь здоровым образом в жизни, или что-то в этом роде, если вы когда-нибудь ели льняную кашку, покупали её за охрененные деньги, то вот эта вот льняная кашка, это вот самый льняный. Это и есть жмых льняной. Мука льняная, льняной жмых. Жмых из льна, льняная кашка. То, что льняная кашка, я помню, ещё лет 5 назад она стоила что-то около 200 рублей, там 200 грамм, или что-то даже меньше. Вот это около 30 мне обошлось. 30, 35, я уж не помню, может 40. В общем, я несколько пакетиков таких уже уделала, и я варю себе такую кашку, или с овсянкой смешиваю, или просто саму по себе варю, или вместе с зёрнами, льняной ещё смешиваю. Иногда с овсяным толокном смешиваю. Наводил её вкусно с мёдом, само по себе, само по себе с сахаром, ну тоже, соответственно, наводил. С молоком очень вкусно, короче, очень хорошая такая вещь, но и она, естественно, диетическая, сама по себе полезная. Способ употребления, льняной жмых, пищевой муку, льняной используют при выпечке хлебобулочных изделий, и добавляют при варке в любые каши незадолго до готовности. Из расчёта 1 чайная ложка на 200 грамм готового продукта. Состав мука из обезжиренных семян льна. Ну, очень полезная вещь. Даже чисто, даже если вы не худеете, а просто у вас там какой-нибудь больной желудок или что-то в этом роде, или просто даже чисто хотите вы себя попитать. Хорошая штука, правда у нас завтра закрылся, я не знаю, где теперь это продают, где это можно теперь купить. И ещё у меня тут она не пустая баночка. Мой котик, не знаю, как его назвать, короче, однажды мне Аленка подарила бальзам для губ Фаберлик, который, в принципе, мне он нравился. Но мой любимый котик перешёл, видать, на бальзам. Раньше он тырил ручки и карандаши, доставая их аккуратно из стаканчика с карандашами этой подставочки, до этого органайзера. А теперь он у меня, видимо, перешёл на блески для губ. Однажды я пришла домой и не могла понять, что такое липка на столе. Потом увидела, что он у меня прокусил блеск. На полу найдя этот блеск. А потом, ну, вроде как, я его скотчем замотала, вроде всё нормально. Потом он его так конкретно прогрыз, что там половина просто вытекла. И когда я ложила уже в этот пакет, другой пакет ещё у меня был, для пустых баночек, я однажды положила в пакет ещё что-то и поняла, что в пакете что-то липкое. Он, видимо, его настолько прогрыз, что там дырки были уже конкретно большие, он у меня вытек почти весь. И мне пришлось сменить пакетик, положить это всё в ватку, потом в салфеточку, в пакетик отдельный и вот этот вот самый блеск. Это у нас Лоли Липс. Так бы он ещё жил месяцев 16, потому что срок у него после вскрытия 18 месяцев. Сам по себе срок у него два с половиной года. Это у нас Фаберлик. Итальянская формула эксклюзивная. Номер, я не знаю, вот даже я сама сейчас испачкалась. Сделан в декабре прошлого года. И номер, 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 видимо, я не найду. Единственное, мне не нравилось, но я помнила, что он с кисточкой, но не очень удобно вот это вот откручивать, хотя кисточка сама по себе удобна. Вот такая лопаточка, он почти прозрачный был. Сейчас написано номер какой-то 65-04, потом 17-70, может быть, это и есть этот самый номер, не знаю. Ну, я сейчас попробую сделать сводч. Он такой розовый, и не знаю, видно на моей загоре лапы. Ну, в общем, что хочу сказать, хотя вот здесь вот видно, наверное, на этой вот салфеточке. Его удобно наносить, единственное, что вот эта длинная штучка, пока ее выкручиваешь, мне вот казалось, что вот так вот дернешь и откроется. Но именно того, что вот мне сам дизайн мне очень нравится, потому что у меня ассоциация вот таких тюбиков немножко с другим мазюканьем. Оно может дернуться мне как крация, и там вот просто откроешь крышечку, и оно выдавливается, как вот у них были вот эти из серии кафе красоты или что-то такое лапомство, какие-то там типа ноль калорий, несъедобно, но очень вкусно что-то в этом роде. Мне Аленка как-то дарила, правда у меня на него была аллергия. Там вот такой выдавливался из тюбичка. А вот здесь вот как-то у нас с ним не сложилось из-за кота, и вот в самом конце он уже накусал, тут до сих пор это все выдавливается. Я очень расстроилась, когда он самоздох, этот блеск раньше времени. Но из-за того, что он беспрерывно течет, из-за кота-тишки, мне придется его выкинуть, к сожалению. Но Аленке, конечно, большое спасибо за возможность попробовать, я им какое-то время все-таки успела попользоваться. Судя по тому, что он у меня был на столе, я им часто пользовалась на тот момент, но благодаря коту фиг вам называется. В общем, вот такие у меня были пустые баночки августа 2017 года, если вы досмотрели до конца, то я очень рада вам позитив. Ну и спасибо за просмотр в любом случае и пока!